Книга «Открытым оком», вопрос 4121, том 30. Хотели бы вы встретиться с Диамидом? Патриаршие и комментаторы говорят, что он человек вроде бы недалекий и чуть ли не тронулся умом. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бог будет судить, кто потерял ум, сошел с ума. Это же говорили о Христе, так что даже родные и Матерь Божья тому поверили. Евангелие от Марка, 3 глава, 21 стих. И услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Диамид ничем не глупее Кураева и гундящих хором про умалишенность Диамида. Он совестливее их всех и мужественнее. Это же всем искренне верующим понятно. Мы молимся о сохранении его жизни. Патриаршая злоба, ложь, мафиозность приведут их к престолу Антихриста. Мне неизвестен адрес местонахождения епископа Диамида, а то бы я пригласил его побыть у нас и потрудиться на благовестии с нами. Ему было бы весьма полезно побывать здесь. Интервью епископа Анадетского и Чукотского Диамида в газете «Дух христианина» от 19 июня 2008 года. Владыка, в наше время прогресса, новых технологий и научных открытий, какие знания особо важны для спасения души? Я считаю, прежде всего, вероучительные, как спасительные для души. Прогресс сейчас идет в направлении закабаления души, подчинения ее темным силам. Мы видим, что время ныне апостасийное, когда и епископы церкви часто отступают от своих позиций, участвуя в экуменических контактах, пренебрегая своей основной функцией спасением человеческих душ и подготовка их для Царствия Небесного. Епископат обмерщается, увлекаясь земным, обольщаясь им, поэтому сегодняшнее время – время особое, тревожное, и каждый человек должен это осознавать и стараться молиться, чтобы избежать такого обольщения, не подпасть под власть техонократичного мира. Насколько важно сегодня духовное образование для верующего человека? Духовное образование важно, поскольку человек, приходя в этот мир, должен иметь нравственные ориентиры. Он должен знать, что такое добро, что такое зло, как избежать злых поступков, как умножить добро в этом мире. Человек должен быть воспитан именно в духовном аспекте, в православной вере, чтобы давать правильную оценку всему происходящему в мире, и чтобы эта оценка была объективная, и человек смог делать спасительные для своей души выводы. Необходимо ли образование монаху светское и духовное? Если говорить о монахах первых веков, то они были людьми зачастую даже и необразованными, простыми тружениками. В то время многие отцы были просветлены Духом Святым, и эта просвещающая их благодать позволяла им видеть, где ложь, где заблуждение и где искажение истины. А в наш век духовность пребывает не на высоком уровне, поэтому духовное образование должно монаху дать возможность видеть с помощью канонов и святоотеческих писаний. Идем ли мы правильным путем, путем в Царствие Небесное? Насколько настоящей является наша жизнь, и приведет ли она нас ко спасению? Образованность дает человеку возможность как никогда отличить истину от лжи. Образование необходимо, но другое дело, что сегодня нередко преподают так, что человек становится рабом нынешней образовательной системы и зачастую теряет и самооценку, и возможность правильного понимания всего происходящего в мире. Образовательная система может навязывать человеку свое миропонимание, поэтому сейчас даже и в семинариях надо соблюдать осторожность в связи с обилием экуменических контактов, которые объясняются ложной любовью. Поэтому человеку необходимо иметь образование, чтобы видеть, где происходит искажение догматических истин, а где наоборот, безукоризненное следование им. Знание, если это знание истинное, приближает к Богу, а не удаляет от Него. Сергей, тут говори, где жирно выделено, говорю, вопрос, потом ответ. Люди, которым не веют надписи, у меня непонятно, кто говорит, кому принадлежат слова, считаемые тобой. Хорошо. Вопрос к Диамиду от корреспондента. Является ли нарушением монашеских обетов борьба монаха с отступлениями и ересью? Ответ Диамида. Нет, конечно. Мы ведь с вами знаем, что все святые отцы, и Макарий Великий, и Антоний, все, кого мы не возьмем, о ком не вспомним, были монашествующими и в то же время защитниками. И когда слышали, что ересь поразила церковь, они оставляли свои затворы и шли и анафематствовали, возвышали свой голос, обличали ересь, чтобы истина восторжествовала. Монах должен быть свидетелем истины в этом мире, потому что он менее всех связан с этим миром материально, с его потребностями, с его благами. Монашествующий человек более духовен, его главные потребности не земные, а духовные. Как говорит преподобный Иоанн Лественничник в 26-м слове, цитата, «Свет монахов – суть ангелы, а свет для всех человеков – монашеское житие». Когда православная вера подвергалась искажению, то монашеские обители становились форпостами истинного православия, хранителями православия, православия не искаженного ересью, и благодаря этому в монастырях возникала борьба с ересью, обличение ереси. Монастыри всегда были крепостями и не позволяли распространяться этому гибельному для человеческой души искажению. По молитвам монахов мир стоит. Корреспондент спрашивает опять, «Известно, что вашу епархию посещали братья Троиско-Сергиевской лавры. Какова была цель их визита?» Ответ Диамида, «Они привезли увещевательное письмо от Духовного собора ТСЛ, в котором предлагали мне покаяться, что якобы я неправильно себя повел в том, что обличил те недостатки, которые существуют в церкви. В то же время они согласились, что эти недостатки существуют. Но я как епископ обязан говорить о них, хотя многие считают, что отступление надо замалчивать. А пользы от молчания ведь нет. Мы видим, что экуминисты все дальше и дальше стараются увести нашу церковь от спасительного пути. Из-за этого многие люди покидают церковь, уходят в расколы. А это как раз и есть следствие того, что мы проблемы духовные замалчиваем, пытаемся акценты перенести на другое. Например, на ложную любовь керетикам. А своих православных людей мы бросаем, не решая те проблемы, которые возникают, и те смущения, которые обуревают паству. Мы не делаем ничего, чтобы это смущение прекратилось и началась нормальная духовная жизнь. Когда меня обвиняют, что я выношу мусор из избы, то это не так. Мое обращение печаталось в сугубо православных изданиях, которые сегодня пострадали за то, что осмелились его опубликовать. А вот те, кого обличило обращение, бросились шельмовать меня в светских СМИ. Так кто же вынес мусор из избы? Вместо того, чтобы решать наболевшие вопросы, решили просто избавиться от человека. Как сказал митрополит Кирилл Гундяев, апостасию остановить невозможно. Но что он сделал, чтобы ее остановить? Мы должны обличать, чтобы людские души шли не вслед антихриста, а избирали путь спасения со Христом. Экуминисты говорят, что, мол, сейчас ни о каком объединении религии нет речи. Но верующим изрядно надоел этот маскарад, когда говорится одно, а делается совсем другое. Разве не готовится встреча нашего патриарха с римским папой? Разве не ясно, что на этой встрече будет идти речь о соединении? Сначала межхристианские всякие диалоги, когда всех еретиков вместе с нами в один котел сольют. Затем межрелигиозные, чтобы признать единые нравственные ценности у всех. А потом уж придет антихрист. Таковы их планы. А мы обязаны этому отступлению всячески противиться и не поддаваться. Многие сейчас уже открыто рассматривают вопрос, как нам плавно войти в глобализацию, в этот апостасийный процесс. Это неправильно. Если болезнь не лечить, то организм погибнет. Так и церковь. Следующий вопрос корреспондента. Некоторые архиереи сегодня увлекаются политикой. Что вы скажете об этом? Отвечает епископ Диамид. Любой архиерей, с одной стороны, священнослужитель, а с другой, он гражданин своего отечества. Поэтому, несмотря на избитую фразу, что церковь отделена от государства, мы поставляем разные декларации, отчеты в государственные структуры. Это говорит о том, что мы зависимы от государства, даже в такой серьезной системе, как регистрация религиозных общин. И любой человек гражданин своего отечества. Поэтому, его касаются проблемы и церковные, и политические. Возьмем примеру абортов. С одной стороны, это проблема политическая, государственная, демографическая. А с другой стороны, мы понимаем, что детоубийство – это грех, с которым церковь должна бороться. Поэтому церковь и касается этих проблем. Проблем целостности нашего государства. Нам не нравится, например, когда наши президенты, сменяющие друг друга, раздаривают наши территории другим государством. Потому что мы знаем, что наши предки, казаки, например, эти земли с великим трудом присоединяли к нашему отечеству. Православные миссионеры эти места освещали и просвещали, посещая их с первопроходцами. Как же нам забыть их труды? Они трудились во славу и возвеличивание своего отечества. Народы, заселявшие эти земли, они приводили ко Христу. Те же Курилы, которые в свое время присоединял к России Иван Козыревский в монашестве ермонах Игнатий, который потом на Камчатке обители воздвиг. А сейчас поднимают вопрос, чтобы отдать Курилы японцам. А какое отношение японцы к нашим территориям имеют? То есть мы продаем все, и ту пользу, которую наши предки отечеству приносили. Мы сейчас пытаемся перечеркнуть. Какие же мы после этого верные сыны? Если архиерей занимается политикой в смысле защиты отечества, то это его обязанность. Как говорил святитель Филарет Московский, кто не заботится о земном отечестве, станет ли заботиться о небесном. Другое дело, когда архиереи вступают в межхристианские, в межрелигиозные контакты. Когда ведут политические игры ради признания и наживы. Это не полезно и не нужно церкви. Архиереи должны в первую очередь заниматься душепопечительством своей паствы, быть для нее и отцом, и матерью. Если надо возвысить глаз в защиту своих чад. А все эти диалоги – пустая трата времени. Да и сами родители диалогов, общаясь с инославными, подвергаются тлетворному воздействию ереси. Духовенство должно влиять на все проблемы, возникающие в мире, но влиять так, чтобы это было спасительно для души человека, и не жертвуя ради этого постулатами веры. Следующий вопрос. «Известно, что каноны запрещают епископу давать деньги в рост. Как относиться к тому, что некоторые иерархи являются учрителями банков?» Отвечает епископ Диамид. «Отрицательно, конечно. Они, естественно, оправдываются, что они эти деньги пускают на всякие благотворительные нужды. Но мы знаем, что это все далеко не так. Поэтому я считаю, что раз каноны запрещают, то этого надо избегать». Вопрос корреспондента. «Как сохранять сегодняшнее церковное единство, когда мы видим явные отступления, в действиях которых митрополитов и епископов, которыми смущаются верующий народ?» Отвечает епископ Диамид. «Народ обличать должен архиереев за их несправедливую деятельность, высказывать свои претензии. Другое дело, что низы никто не слушает. Но обличать надо все равно. Потому что, когда человек молчаливо соглашается во всем, это предательство православия. Человек должен высказывать свое отношение ко всему происходящему. Все нынешние отступления и нечестивые дела архиереев предсказывались святыми отцами. И Серафим Саровский молил у Господа, чтобы он их помиловал. Но Господь ответил, что не помилует. Это говорит о том, что до такого нечестия все дойдет, что Господь при всем своем милосердии явит свой гнев». Следующий вопрос. «А как остановить тех людей, каковых сейчас немало, которые из-за своего смущения действиями архиереев покидают церковь, уходят в раскол?» Отвечает епископ Диамит. «В этом и заключается грех архипастерей, что они такой соблазн сеют, что паства отпадает от истинной церкви. И сами архиереи привносят в луноцеркви учения неправославные, различные гуманистические теории. Тот же самый митрополит Кирилл, который общается с католиками, чем смущает верующих православных. Мы же знаем из истории церкви, сколько горя принесло католичество России. И смутные времена, и попытка подчинить папе, которая правда не увенчалась успехом. А сейчас происходят новые крестовые походы Ватикана, и наши митрополиты выступают в роли агентов влияния Запада, предавая свою пасту православную, устраивая шабаши совместные, которые они называют молитвами. Хотя мы знаем, что с эритиками нам нельзя молиться. И каноны прещению подвергают за это. И в то же время это никакая не любовь. Любовь к Богу выражается в первую очередь верностью к канонам, а уже потом любовью к ближним. А здесь получается все поставлено с ног на голову. Сначала лобызаются с эритиками, а потом высказывают свою любовь к Богу, и Бога этим прогневляют. Если любишь эритика, обрати его в православие. В этом истинная любовь. Епископ Иларион Алфеев в своем последнем заявлении как раз продемонстрировал, как люди, вводящие дружбу с врагами Христа, эритиками, вместо любви к братьям, ближним своим, начинают их ненавидеть. Он говорит, что если русская православная церковь выйдет из застава мировых и коммунистических организаций, то окажется в изоляции. А Константинопольская церковь сразу владеет нашей многомиллионной паствой, находящейся за пределами России. Это ложь и заблуждение епископа Илариона. Что Константинополь? Просто сейчас идет дележ у ног папы. Кто это будет? Константинополь или Москва? Есть же зарубежные иерархи, которые должны заниматься душепопечительством той паствы, которая не находится в России. Пускай они и занимаются. По статистике, на Западе проживает чуть более 150 тысяч православных. А слова епископа Илариона это попытка исказить, извратить. Он давно уже в укаменизме участвует, поэтому-то он свое болото и хвалит. Я считаю, что все эти католические контакты попытка затащить в нашу церковь зловонный еретический труп. Вот представьте, если мы его затащим. Что будет? Провоняет все. И наша церковь перестанет пребывать в состоянии праведности и чистоты. Митрополит Кирилл, епископ Иларион и прочие их сторонники питаются от Ватикана, кормятся от него. Свои средства они прокручивают в западных банках. У них бизнес на Западе. Это и подвигает их идти в ногу с католиками, содействовать им и за это получать от Ватикана дивиденды. Известно, что сейчас на Западе происходит с католичеством. И сколько храмов их продается, потому что там полнейшая бездуховность. А митрополит Кирилл говорит, что хочет вернуть Западу душу. Да пусть он лучше о своей душе позаботится, как ее спасти, а не Европе душу вернуть. Злые обычаи тлят благие нравы. Поэтому общение, единение с еретиками делает человека духовно беспечным. А это приводит к тому, что человек легко принимает всякие заблуждения, пытается их для себя оправдать, чтобы совесть успокоить. И живет в таком созданном им самом мирке, не понимая, что и сам не идет по пути спасения и пасту свою губит. Многие же слушают митрополита Кирилла. Ах, как хорошо и красиво говорит. Обольщаются этим, доверяет ему. А надо смотреть на дела и каждое слово взвешивать и анализировать, чтобы не попасть под влияние обольщения заблуждения. Следующий вопрос. Епископ Иларион Алфеев заявил, что требуя выхода из экуменического движения, вы способствуете расколу международного православия. Включает епископ Диамин. Я себя не считаю агентом Константинопольской церкви. Я сын православной церкви Московского патриархата. А то, что я говорю о беззаконии, о той болезни, которая охватила нашу церковь, это болезнь сердца, по-другому не скажешь. Надо бояться прежде всего Бога, а не какой-то там мнимой изоляции. По статистике, русская православная церковь составляет более 70 православных всего мира, и нам ли бояться изоляции? Что же касается церковного единства, то оно может быть только в истине. А объединяться ради единства, при этом жертва истиной, могут только еретики. Следующий вопрос. Владыка, «Многие православные благодарны вам за то, что вы высказались в защиту не желающих принимать глобализацию. Почему молчат другие владыки?» Встречает епископ Диамин. Все прекрасно понимают, что глобализация – это построение международного концлагеря, но при этом все дружно туда маршируют. Очнуться, когда лишатся Богом данной им свободы. Пока им еще говорят об этом, кто-то живо воспринимает, а кто-то слепо поддакивает светской власти. А надо всем этим процессам противиться, потому что это вопрос спасения. Представьте, если человеку будет вживлен чип, он будет подвержен воздействию со стороны этого чипа, потому что посредством этого чипа можно будет влиять на волю человека, на его поступки. Человека можно будет управлять как биороботом. Он будет полностью под контролем. Если понадобится человека ликвидировать, можно дать команду на самоуничтожение. А все сейчас рукоплещут передовым технологиям, так это хорошо и удобно. А какое это удобство? Это не удобство, а духовная каторга, рабство. Многие говорят, ну вы не переживайте, это будет просто такой политический режим. Но ведь эта политика будет воздействовать на религию, то есть на верование человека. Это однозначно. Ведь любая диктатура это подавление человеческой воли. Следующий вопрос корреспондента. «Вас обвиняют в нарушении единства церкви. Что вы можете сказать на это?» Отвечает епископ Диамид. «Хочу сказать, что единству церкви вредят те иерархи, которые участвуют в экуменических контактах. Они этим смущают паству и нарушают единство. Они говорят, что вот те, кто отпали, это, мол, ничего страшного. Обычный процент людей, которые и так должны были отойти. А остальных мы поведем в нужном направлении. Но это же неверно. Надо осознать, что не туда ведут пастыри народ свой. Вот в чем дело. Конечно, проще осудить меня как возмутителя спокойствия, оклеветать, что я уже и разума, и совести решился. Но, будучи понужден, отвечу, что разум там, где истина. Я не лишился разума, чтобы белое назвать черным, а черное – белое, как это делают и коммунисты, и прекрасно вижу, где истина, а где ложь. Господь дал мне разум, чтобы анализировать, выбирать добро вместо зла. И совесть моя в порядке, потому что не дает мне безразлично смотреть на то, что творится в церкви. Переживаю и скорблю за состояние, в котором церковь сейчас находится. Очень много писем получают православные пасты на эту тему, где люди высказывают боль своего сердца. Экуминисты считают, что ничего страшного не произошло в Нотр-Даме. В Нотр-Даме. Но ведь они тоже великое смущение вызвали. Почему сейчас многие батюшки и патриарха перестают поминать? Конечно, этого делать нельзя, надо сохранять единство, но кто их подвигает к уходу из церкви? Разве Диамид? Их подвигает боль сердца, желание как-то отгородиться от тех, кто молится с эритиками, чтобы не погибнуть. Но надо оставаться на корабле, а не бежать. И пытаться те дыры, которые возникают, латать и задраивать. Знаю, что готов меч для Диамида, но проблемы этим не решатся. А решать их надо. Да поможет нам всем Господь наш Иисус Христос. Интервью закончено. Следующее уже Игнатий Тихонович Лапкин пишет цитаты из Библии. Евангелие от Луки, 11 глава, 49 по 54 стихи. «Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захария, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего, горе вам законникам, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Как прекрасно печь духовный хлеб, набирая буквы на компьютер, проповедник я не исполнитель треп, не торговец и не дистрибьютор. Проповедь увековечу я, воплощая Слово Божье в книгу, как Христос стал Богом для меня. Вот так и я беру Христова ига. Не одним лишь хлебом человек живет, но Божьим Словом сшедшим свыше, Бог Сам с небес нам слово свое шлет, пусть кто имеет уши, да услышат. О Боже, укажи, кто жаждет, изнывая, дай через нас свою живую воду, чтоб жажду утолить, вода твоя живая, и мертвого напоит, соделай его годным. Пупков Сергей. Это стихотворение написано мной после того, как я стал набирать проповеди Игнатия Тихоновича на компьютер. Пупков Сергей. Продолжение следует...